МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создавали старики наши, Станиславский и Немирович, они назвали Московский художественный общедоступный театр. А общедоступное понимание стариков было, что могут и люди небольшого достатка прийти в театр. Потому что театр считался элитарным искусством, и, конечно, могли люди прийти, которые могут себе позволить купить билеты. А общедоступный, потому что галерка отдавалась молодежи, студентам. А у Олега Павловича общедоступный, что все режиссеры театральные, которые сейчас руководят театрами, и его ученики в том числе, прошли через Олега Павловича. И это было невероятно, что МХАТ стал взлетной площадкой для огромного количества людей. И ваш покорный слуга, я благодарен, что до сих пор идет спектакль «Женитьба». Я поставил в главной роли Юра Стоянов, что звались люди совершенно из другой планеты. А если вы, может быть, не знаете про Юрия Стояновна, знаете его только как городок, городок, а он же в БДТ проработал больше 15 лет. Но, к сожалению, там не был востребован. Почему бы он ушел вот в такой вот скетче с Ильей Олениковым? Потому что не был удовлетворен. И вдруг поняли, а это же талантливый человек, а он же талантливый. Так Юра, я вам хочу сказать, что он, играя в «Женитьбе», вернулся там спустя 20 лет на сцену. И это все Табаков. И потом он выходил так Табаков и так в проброс говорил, вот знаете, вот знаете, этот спектакль будет идти очень долго, очень. «Женитьба» Гоголя. И в этом был весь Олег Павлович. Весь Олег Павлович. И ему даже, знаете, когда он приглашал, допустим, режиссера, не буду говорить фамилию Богомолов, вот, допустим, Костя очень талантливый человек, но очень провокационный, и в театре эта провокация иногда нужна. Ну, там у меня есть какие-то претензии, и, конечно, к нему, хотя я участвовал в его спектакле, но это не важно, это в нашей профессии. Так вот, если ему даже Табакову не нравилось, но он понимал, что это сегодняшняя тенденция, что это сегодняшняя, он просто очень, очень было смешно, потому что я его видел, там спектакль шел про мушкетеров, вот, поставил Костя Богомолов, там от мушкетеров ничего не осталось, ну, не важно, это не важно. И я считаю, что не очень получилось, но Табаков смотрел, а спектакль ждет 5 часов. Вот так сидел, смотрел, кряхтел, и потом очень громко сказал, навязал, ну, хватит, с тобой ушел. И в этом тоже был Табаков. И, конечно, сейчас не хватает такой широты, широты мышления в театре. Да вообще, в жизни я вам хочу сказать, что он так любил помогать людям. Он еще, ну, все знают, что у него жена Марина Зудина, и он говорил, да, он как это представлялся, он говорит, старик Зудин вам звонит, какому-то важному чиновнику. И он получал от этого огромное удовольствие. И он привил к нам, то, что я говорил вначале, любовь к тем людям, которые тебе дали эту жизнь. Он всегда вспоминал, он же из Саратова, он всегда вспоминал свою первую учительницу, которой поставил памятник, который очень заботился вообще обо всех учителях, и обо всех людях того пространства, в котором он оказывался. Вчера мы справляли 80 лет народному артисту Владимиру Александровичу Краснову в «Амхате». Не важно, что вы, может быть, его не знаете, он театральный актер, проработав очень долго в Саратове. Так он вспомнил про него, Олег Павлович вспомнил про него, через 50 лет позвонил ему, сказал, Вов, а мы же с тобой в Драмкушке были, да? Он говорит, да, приезжай в «Амхат» работать. Ну что это за характер такой? Или, допустим, взял и все могилы всех актеров в «Амхате», начиная там с 20-х годов, все привел в порядок, всех. И он вот в этом был весь Олег Павлович. И как он мужественно боролся с этой мерзкой болезнью, чтобы, зная, что он болен онкологией, он играл спектакль «Юбилей ювелира», один из последних его спектаклей, где его главный герой умирает от рака. Это был прекрасный спектакль. Это английская пьеса, играла великая русская актриса, я вот так абсолютно считаю, Наталья Максимовна Тинякова. Она всю жизнь проработала, она жена Юрского, и проработала в БДТ, а потом такая была ситуация, что они вынуждены были уехать из Питера. И она в «Амхате». И вот мое счастье, что я сейчас в спектакле «Офелия боится воды», играю ее сына. Ну, потрясающая русская актриса. Так вот, она играла королеву английскую. И сюжетик я вам расскажу, не буду подробно рассказывать, а о том, что вот этот пожилой человек умирает и знает, понимает, что умирает. Но когда-то он помнил, что он встречался с английской королевой. Правда это была, или это его в голове родилось, вот это вот воспоминание. И его жена наряжается английской королевой. Или это английская королева, и там уже так как путаницы, или английская королева приезжает к нему, вот это вот на его юбилей. И это такая была теплая история про уходящее поколение, которое, к сожалению, сейчас уходит. И все, кому мы аплодировали, уходят. Ну, что же нам делать? Мы не такие мощные, как они. Не такие. Нам бы хотелось, было приятно бы осознавать, что ну нет, не такие. Вот вспомнили Игорь Борисович, ну, Волчек и Марка Анатольевича Захарова, который тоже в свое время, возвращаясь же к этой фразе, извините меня, что повторяюсь, что тоже поменял интонацию своей юноной авось. Своими кони на красной траве, тоже про Ленина, когда Янковский играл в Ленина, без грима, вообще без всего вот так, как было, без картавления. Такая была отчаянная попытка оправдать революцию, или наоборот ее, а театр это же искусство подтекста. Мы смотрели и тексты слышали, что оправдывали революцию, а сами понимали, что в этом было что-то не совсем справедливое. Я почему-то не очень люблю документальный театр. То есть как документальный? Произошло что-то, даже какая-то история трогательная, и ее сразу практически не меняя, не составляя драматургию, начинают играть. Мне кажется, что это неправильно. Вчера в газете, сегодня в куплете, это неправильно. А природа, ну, русского театра в частности, она была в том, что мы играем Гамлета, Шекспира, а люди понимают, что мы играем про другое, мы играем про нашу жизнь. Вот была парадоксальность театра. Под текст, что не в тексте, что под текстом, и как прекрасно все эти артисты, про которых я говорю, особенно Ефремов, я сейчас организировал про его паузы, когда он молчал. А вспомните Тритополя на Плющихе, фильм, когда он сидел, а кто не видел, посмотрите обязательно. Вот, как он сидит за рулем и молчит, и в глазах у него вся боль, вся нехватка любви, или какой-то такой, он встретил женщину своей мечты. Ой, посмотрите, кто не видел, я вам завидую, кто будет первый раз смотреть Тритополя на Плющихе. И это еще тем интересно, что они же с Татьяной Васильевной Дорониной вот последние 30 лет как распарятся, все, вообще ни одного слова. А там такое прекрасное чувство, они играют. Но мне кажется, что люди соскучились по театру. Я бы хотел так верить. Итак, Давид Самойлов. Давай поедем в город, в котором мы бывали. Года как чемоданы оставим на вокзале, года пускай хранятся, а нам хранится поздно. Нам будет чуть печально, но бодро и морозно. Уже дозрела осень до синего налива. Дым, облако и птицы летят неторопливо. Ждут снега. Листопады. Листопады недавно отшуршали огромно и просторно в небесном полушарии. И все, что было зыбко, растрепано и розно, мороз скрипил слюною, как и ласточкины гнезда. И вот ноябрь на свете огромный, просветленный, и кажется, что город стоит ненаселенный. О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься. Вот мне кажется, что ну тоже очень просто, но о чем-то невероятно важном. Вячеслав Михайлович Невидный, вот возвращаясь к нему, ну мой папа в театре, не знаю как, я несколько передач про него, ну не я буду передачать, а я был ведущим передач про него. Это большой, в прямом и переносном смысле русский актер. Мне кажется, что ему и театр, и кино не додали по его таланту, хотя мы все его знаем прекрасно. Он был большего масштаба, чем, ну, чем, может быть, вы про него знаете. Хотя я уверен, что к каждому он симпатичен, и это был великий русский актер. У него были потрясающие роли в молодости, со стариками-мухатовцами, с учениками Немиронича Данченко. Он молодым мальчишкой играл, Христакова. А потом, будучи уже взрослым, играл Ноздрева в «Мертвых душах». Он играл всего Чехова, он играл и все пьесы Чехова, и в «Трех все острых» он играл Чебутыкина. И он невероятного интеллекта был, и юмора. Две истории. Значит, я пришел в театр, такой худенький. Худенький. А что я сейчас на карантин делаю? Жирали все. Жил с детьми, с моими взрослыми детьми. У нас этот, там дыр мне подарили, он как доминая печь работал. Ну что? Театр ты не ходишь, театр не ходишь. А я был худенький такой, хорошенький. И мне вдруг дают роль первую. Я должен. А вы видели это кино, я уверен, старый Новый год. Это, кстати, кино Ефремов снял, он поставил и снял. Это Творочинская пьеса, прекрасная, замечательная, про все срезы общества нашего в одном подъезде. Вот. И я должен был одеть синий пиджак, или халатик грузчика, занести рояль с другим таким же стручком, как и я, взять у невинного денежки, которые мне дают его герои, и уйти. Вот моя роль. Ну, хотите верьте, хотите нет. Это волнительно, когда ты заходишь, а там народный на народном на сцене стоит, и народный погоняет. И все просто... Вот. Я все, справился с волнением, вот, занес, взял деньги, ушел. И дальше там, сижу, жду от тракта, не могу уйти от того, что мне приятно, что я внутри такой большой компании, друг невинный, говорит, сынок, иди сюда. Он говорит, смотри, у тебя какой рост? Я говорю, у меня рост метр девяносто шесть. Он говорит, смотри, ты выходишь на сцену, неважно кем, грузчика, да, у людей программа, они раз в программу, в доле, и пока они нашли тебя, тебя уже нет на сцене. Я говорю, а что я не так сделал? Он говорит, ну ты зашел, сделал, ушел. Все, они нашли, золотая с огнением, его нету. А он говорит, а ты, грузчик, ты оставил пианино, я даю тебе деньги, а ты так скажи, зритель уже увидит, тебя поймет, что ты жадный. Я тебе еще дам денежек, а ты скажи, зритель пойдет, что ты хапуга. И потом ты возьмешь и уйдешь, зритель будет говорить, вот золотовицкий, хапуга, сыграл золотая. А как ты делаешь? И вот это смешная история. Ну конечно, ну не издевательская, но это его правила были, это действительно были его правила. И действительно, это наша профессия. То, что мы говорим, то, что знаете, все спрашивают, мама, как вы столько учите тексты, это самое легкое. На самом деле, это самое легкое, потому что попробуйте с одним и тем же текстом два месяца походить, ну выучите все, выучите. Телефонную книгу, может быть. А вот то, что вот внутри, внутри текста, и знаете, мы как учим студентов, ты не о чем говоришь, а о чем молчишь, когда говорит партнер. Вот профессия в чем. И эти тайны знали вот эти великие, перечисленные мною актеры. Чтобы все были здоровы, спасибо вам большое, театр победит, в театр. Театр вообще-то победит зло. Я уверен в этом. Приходите в театр, любите театр. Мы с удовольствием. Восемь, восемь, я вам еще раз беру. Восемь, как шер. посередине будет губшин. Пожалуйста, вот представитель у нас есть. Леш, прости, что я тебя выдал. Спасибо. Спасибо вам большое. Еще раз берегите себя, берегите. Берегите. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо.